добрый день мои дорогие друзья добрый день уважаемые подписчики гости канала наш санкт-петербург сегодня не планировала снимать видео но дело в том что проснулась пять часов видела какие-то гирлянды то есть мне снился этот рокус наверно потому что иначе больше объяснить я никак это не могу вот сейчас побежала в магазин и думаю дай-ка я запишу быстренько для вас вот эта свечка которая показывала вот запишу для вас видео потому что у нас открылся парк видите работают аттракционы и даже колесо обозрение наше крутится представляете работает наше колесо вот смотрите ветер а я сильно увеличила в общем все работает все работает у нас вот снежок лежит немножко но у нас тут утепленные есть поверхности он видите крутится понемножку колесо люди люди в общем катаются вот но я в таком шоке я не могла спать несколько часов до утра я никак не могла уснуть и никак не могла понять что это снится гирлянда или что это иногда мне снятся такие сны я не могу понять что это такое вот и потом значит я утром увидела эти сообщения многочисленные и была в страшном шоке кто говорит 80 людей погибло в крокусе да крокус это концертный огромный сити холл который находится в красногорске он ну практически он находится на мкаде до между красногорском и москвой там даже можно сказать что еще не красногорска он находится такой свободной зоне все позеленело у нас уже все приготовили парк работает билеты продают сейчас спросили вот у детей катаются ли они да дети уже покупают билеты уже катаются на маленьких вот этих карусельках но кто-то вот пожелал покататься на колесе обозрения я помню когда я приехала в санкт-петербург на крестовском острове я тоже в конце марта попросила меня прокатить и меня прокатили и билет что-то копейки какие-то 70 рублей что ли стоил а врус 150 150 так вот число погибших я даже не знаю мне так страшно ведь столько людей столько крови как можно какие-то непонятные вооруженные люди врываются в концертный сити холл зал да какая милота да какая мельница как незнакомые люди могут ворваться в зал ну как они могут ворваться ведь там 100 наверное или 200 человек охранников работает как они могут как они могли ворваться они сначала начали в холле стрелять людей отстреливать потом ворвались в зал те люди которые были на первых рядах они когда услышали вот эти хлопки странные они повыскакивали в коридор и охранники которые уже друг с другом уже я так понимаю с это самое имели связь они начали уже когда они эти самые террористы забежали в зал стрелять уже охранники выводили в то время людей представляете в общем то они быстро до сработали но почему у них нет оружия почему они не ликвидировали этих проклятых террористов не могут же наши люди сотнями гибнут вот так еще в больнице наверное около 100 с чем-то там человек тяжело раненых вот там приехали в первую очередь министр мвд и заместитель бастрыкин приехали они сами там находятся чтобы всю эту обстановку своими глазами увидеть вот самое страшное террористы якобы это лица мусульманской национальности вот но люди значит которые видели их они говорят что они скорее славянской национальности может быть они наклеили там бороды усы но они больше на славян похоже и как они могли стрелять своих людей как женщин без безоружных женщин детей безоружных мужчин которые пришли на концерт да это мирные совершенно граждане как можно вообще такие вещи сотворить жутко жутко люди которые значит внизу поняли что по ним стреляют они начали ползти наверх потом наверху значит загорелась крыша они вышли вот в эти коридоры каким-то образом спустились человек сто наверно как я понимаю сняли с крыши спасатели которые прибыли очень быстро там строгино рядом есть все и и омон и все общем они прибыли очень быстро и человек сто спасли тем что с крыши их сняли потому что вот наша касса жирафик такой видите привет привет извини у меня сегодня настроение нету вот и это самое спасли но самое это страшное что концертный зал рассчитан на 6200 человек и все до единого билета были проданы вот на этот концерт на пикник до группы пикник ой это вообще ужас какой-то и люди поехали за город представляете вот концерт по 8 начался вот это началось 8 часов до и люди ничего не поняли да что происходит просто никто не ожидал такой вот такой такой вот такой выходки до наглой террористической никто просто не ожидал что можно вот так вот просто вот заскочить в такой огромный центр там же еще и торговый центр это огромный центр это же не то что там тебе это самое небольшое здание пятерочки или магнита, понимаете? Это же огромный концертный зал с множеством входов, выходов. Я вот видела шорт-видео. Девочка какая-то спаслась, забежала вниз. Там какой-то был... Через сцену, что ли, они перебежали и спустились вниз через подвал их, через запасной этот самый выход выпустили на улицу. Смотрите, какая каруселька милая. Там чайничек и чашечки. Я знаю, что детишки очень любят эти карусельки. Вот уже начали продавать билетики, дети катаются. Ой, ну, друзья, ну это просто вообще, я не знаю, это просто я в шоке от этого всего. Больше меня знать еще, что удивило, что посольство в Москве, посольство Великобритании и посольство США предупредили своих граждан, чтобы они не ходили в места скопления людей, в места отдыха. как вам нравится? Как будто их граждане живут, повесили в воздухе в Москве, они живут среди наших. Почему МИД, почему их посольство знает такую информацию, почему не предупредили всех, 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 почему не трубили? Надо было трубить в рупор об этом, что нужно отменить все концерты, отменить все на свете. Вот, я думаю, что сегодня все отменили, я уже свою трансляцию заканчиваю, чрезвычайную, неприятную, но так нужную, необходимую. Я думаю, что никуда детей, в Питере, в Москве, нигде отпускать детей нельзя, никуда школы не будут работать, и надо, это самое, не посещать никакие такие места. Скопление народа, не ходить на концерты, никуда не ходить. Вот, сходили в магазин быстренько тут, и все. Я заканчиваю эту съемку, всем здоровья, берегите себя и своих ближних. Это был канал Наш Санкт-Петербург.